хоба приветствую всех подписчики новые зрители вы на канале нерью сегодня у нас будет видео ролик посвященный вилку это польский средний танк 10 уровня который вы можете приобрести если вы играете в режим натиск и вилки является одной из финальных наград как раз таки в режиме натиск который вы можете приобрести со скидкой если вы играли в натиске и зарабатывали эту скидку в течение определенного промежутка времени например вы играли несколько сезонов натиска и попали в серебро золото или же чемпиона в зависимости от этого вы получаете скидку в виде купонов которые может можете потратить на какие-нибудь танки один купон это 500 бонов соответственно вы можете за один сезон собрать себе 15 этих купонов что равняется семи с половиной тысячам бонов и приобрести вилка вилка доступен если вы достигли ранга золота хотя бы в одном из событий натиска то есть вот здесь написано начиная с события натиск грозовой волк если вы открыли золото себе ранг то вам доступен вилк 114 sp2 комп панзер 50t и концепт 1b этот танк стоит 25 тысяч бон и кстати говоря еще у нас будет стиль таинственный незнакомец на коллекционный популярный танк 10 уровня но сегодня не об этом сегодня мы поговорим как раз таки о вилке первое что следует сказать то что вилк настоящая имба не уверен то что его можно назвать токсичной машины потому что контрмера и противоборствование этому танку есть и этот танк не разрывает тебе лицо так быстро как то может делать gpt 75 однако он достаточно проблемный дело в том то что у вилка есть две необычные механики первая механика это классическая механика газотурбинного двигателя которая позволяет ему в турборежиме очень быстро ездить со скоростью 75 километров в час вперед и 21 километров в час назад две секунды вход и выхода в режим и соответственно она равна той же самой механики как у кс-ки 63 однако же у вилка есть ряд определенных преимуществ или недостатков зависит от того как вы относитесь к барабанным танком потому что у вилка здесь стоит 105 миллиметровая пушка у которой есть барабан на два снаряда внутри каждого снаряда у нас есть кассета вот в которой тоже есть два снаряда если коротко у вас есть четыре снаряда которые распличены вот по 2 и между снарядами идет выброс внутри кассеты 0 5 секунд двух снарядов коротко вы если будете стрелять в какой-то танк вы в него выплевываете два снаряда за пол секунды после этого перезаряжаетесь 5 секунд и выплевываете еще два снаряда за пол секунды итогово ваш суммарный урон за 6 секунд составит примерно 1280 урона плюс минус 25 процентов плюс дополнительно к этому ко всему перезарядка полная барабана у вилка 22 секунды естественно вы можете это изменить благодаря полевой модернизации поставив например улучшая перезарядку или ухудшая перезарядку вы можете добиться либо больше стабилизации либо улучшения как раз таки перезарядки вот что я могу сказать касаемо вилка вилка очень жесткий по причине того что у него нету досылателя и вы можете поставить грубо говоря третью оборудку которую не могли поставить на кс-ку 63 потому что на кс-ку 63 вы обязаны ставить досылатель плюс еще какие-то два оборудования на вилка вы ставите эти же два оборудования которые вы ставили на кс-ку при этом вы не ставите досылатель соответственно вы можете поставить и что-то другое например вы можете поставить сюда экспериментальную турбину боновую турбину трофейную турбину плюс стабилизатор поставить сюда обязательно конечно же надо потому что без него особо барабан ты не повыдаешь и третьем модуле может быть любой на выбор я поставил малошумную систему выхлопа для того чтобы в рандоме меня вообще никто не видел у меня маскировка в неподвижном состоянии 48 процентов вот можно кстати говоря сделать даже маскировку еще круче например поставив там экспериментальную ту же самую точнее инструкцию на малошумку или поставить например инструкцию на маскировку и у вас тогда вообще маскировка будет 49 процентов в целом это очень классно это дает вариативность и больше возможности вилку плюс дополнительная к этому ко всему у меня есть вторая сборка под натиск это сборка городского типа я поставил стабилизатор закалку и экспериментальную турбину т3 короче говоря из трех оборудок 2 я обязательно вам рекомендую ставить на этот танк это турбину плюс стабу а дальше третий модуль выбираете себе ну вот какой захотите какой вам более приятен касаемо снарядов юка здесь у нас основная ввшка 258 миллиметров пробития вот у которой достаточно сильно падает бронепробиваемость с расстоянием да то есть на аж целых 26 миллиметров падает на 500 метров ну а подкалибр голда у нас очень жестко вот теперь ну для того чтобы не быть многословным вот на давай выберем какого-нибудь там клумбу и покажу вам просто количество среднего урона на этом танке они просто запредельные что вы понимали отметка на вилке она в данный момент времени находится на третьем на четвертом месте среди всех игроков вот клумба например отыграл на 5400 урона другие игроки тоже там отыграли у меня особо боев на этом танке нету поэтому да и показывать особо нечего этом буквально там 57 боев сыграл у меня там средуха 4700 4800 касаемо всех остальных танков на вилке в данный момент времени учитывая конечно же что его мало кто купил и в целом мало кто купит у этого танка 5400 5500 суммарка на три отметки которая является четвертым показателем первой отметки 3 500 который является третьим показателем вот показывал вам прямо сейчас до 3 4 показать это космические цифры учитывая то что выше только у кара 45 т и ты 95 и 6 плюс в кашке поэтому однозначно я могу сказать так что если вдруг у вас нету вилка или выход думаете задумываетесь о том чтобы его взять или не взять стоит ли тратить боны я могу вам сказать уверенно так пока отправляемся мы в бой пока я тут включаю кондиционер я могу сказать вам уверенно так вилка нужно брать сто процентов сто процентов если первое вы играете в натиск вы накапливаете себе скидку и после этого берете вилку вам нужно накопить максимальную скидку и купить вилка с минимальными затратами по бонам если вдруг вы не играете в натиск то вы можете сыграть в натиск пройдя до ранга золота сейчас прямо идет натиск до ранга золота пройти достаточно просто просто его надо хотя бы взять этот ранг и после этого вы зарабатываете себе 9 купонов это скидка в четыре с половиной тысячи бон и покупаете вилка с ценой у двадцать с половиной тысяч бон то есть за двадцать тысяч бон вы получаете себе танк десятого уровня который просто сосальню выдает четыре снаряда вот с общим уроном в 1280 я могу сказать так вилк это ультимативная имба в натиске которые обязательно должны понерфить понерфит ли вилка вообще в целом я сомневаюсь не могу назвать вилку токсичной машиной но могу сказать однозначно что это одна из самых нет вилк это самый сильный средний танк десятого уровня в игре в данный момент времени с точки зрения возможности с точки зрения наносимого и возможного наносимого урона и вот короче говоря вилк это супер ст 10 это ст 11 уровня полноценно однозначно и это факт и это ст процентная имба которую я вам вот прям вот рекомендую брать для того чтобы просто наслаждаться игрой и кайфовать того что вы можете просто разбить в кровь об асфальт сосальнюю любого противника и это жестко плюс тут еще кстати говоря фугасы есть по 420 урона с выстрела и то бишь если вы будете стрелять фугасами вы вообще можете за 4 шота снести кому-нибудь лицо там ну блин ну короче очень больно будет прям вот ну знаешь типа не просто больно а очень больно ну и вот в целом вилка выдает вот так вот урон дали 2 после этого сейчас поджидаем вражеского ебра он переворачивается мы кривые ослы мы ну я кривого осёва вы то не кривые ослы вы то лучше чем я стреляете все что надо было сделать просто подождать пока я бы перевернется и после этого дать ему барабан вот и здесь раскидываем пацанов пацанчиков пытаемся подавать по нему рончик может быть здесь кто-нибудь подставится и мы ему лицо от разобьем стать говоря у противников супер тестов глокч какой-то глокч глокч какой-то да пробуем начекать может быть здесь где-нибудь потахи будут какие-нибудь нет никого нету я никого нет но она пойдем тогда сержами подеремся что ли вот с турбиной у меня кстати говоря этот танк гоняется скоростью 60 километров в час что тоже как бы быстро рекомендую вам знаете как играть на нем если вдруг вам нужно перекатиться не делайте как я переходите в режим быстро перемещаетесь потому что отдельная мощность двигателя почти полтора раза возрастает что позволяет вам хорошенечко так подраться вот проезжаем вперед сейчас попробуем новый танчик здесь погасить 10 уровня я не знаю что это за танк ни разу не играл против него но вот мы откатываемся и начинаем ему долбить в нлд кстати один раз я его не пробил в нлд дал ему 2 минус 1000 урона про просто у пацана косарь отлетела после этого 22 секунды к дышимся и будем его дальше долбить этого пацана это немец или это чек золк какой-то к золк я не знаю какая у него альфас выстрела но даем барабан и даем ему барабан в целом дал барабан дал барабан и нет пацана у пацана лица переходим в турбину и едем центр карты обратно ни в коем случае не вздумайте пушки первую линию если вы играете на карте штиль все бои кстати говоря в данный момент времени записываться в прямом эфире в лайф режиме я ничего не монтажирую все буду показывать как есть ну показывать как юка нагибает естественно то что ну я не знаю там очень редки те бои когда вилка не там что-то не может сделать вот я играю с малышом к и чтобы тупо не светиться от стэхол тэх и чувствовать себя в комфорте 780 здесь тисуется хочу проехать вперед но семьсот восьмидесятый может доставить проблем выставляюсь агрессивно хочу засветить вражеского фв но фв не светится я 3 здесь не 3 подкатывается сейчас будет наверное выезжать или падать но мы с очередь прокатываемся дальше будем сходить спины этому и третьему зайдем в спину и третьем попробуем ему лицо сломать так себе конечно идея вот прям по центру карты вываливается то что мне тут кто-нибудь тоже что-нибудь сломать может например то же самое лицо но нам это особо не будет доставлять проблем потому что им 60 мы точно греем здесь дали два выстрела в него в целом меня устраивают падаем под и 3 прям самую самую самый низ и поедем на этого и третьего наверно в лицо попробуем его как-нибудь здесь зажать вот у нас есть и 3 выкатываемся чуть повыше и 3 тут и мы его поджигаем даем 1 барабан и даем 2 поджог взрываем поджигаем почему крут данный танк по причине того что у него два снаряда вылетают за полсекунды что это значит для тех кто не знает это значит что хп внутреннего модуля будь то топливные баки двигатели или еще что то они не успевают восстанавливаться а это значит что вы спокойненько можете критануть взорвать боеукладку еще что-нибудь створить просто чуваком и его хп внутреннего модуля например баков они тупо не могут восстановиться и вы разваливаете типа просто разваливаете типа в салатину подкатимся да дадим урон специально тогда даю урон и уходим в режим для того чтобы сторона ворваться в рогу вот сторона ворвемся в ой-ой-ой-ой-ой ну ладно сторона может быть уже не ворвемся в рогу может ворвемся в рогу сторона вот это вот не неизвестно но надо искать опции какие-то на здесь под турбинкой летаем ищем противников наверное здесь не будем сторона влетать в кого-то наверное лучше давай так чисто вот почекаем попробуем определить кто где дал барабашку добил и сэвимся от арты прячемся от арты пытаемся здесь искать челямбуса нашли рогу рога нам естественно ничего сделать здесь не может пытаемся отсветиться отсвечиваемся сейчас и поедем искать вражеского фаша 155 если у меня получится его найти вот вражеский форста 55 выдаем ему раз кусок урона и выдаем ему два кусок урона все раздали только что мы паша 155 барабан лютейший до наш и после этого едем сразу же таранить вражеские танки о 261 свертуки забрал я мне что-то показал что на перезарядке в этом бою я дал 7263 урона и для вас скорее всего я абсолютно ничего не сделал вам так кажется и знаете что вам не кажется потому что я реально в бою почти ничего не сделал все что я делал в бою это уходил в размены с танками противников то есть если вы можете заметить я вышел подождал пока вот этот клок на новый танк он как бы разрядится я вышел дал ему в нлд 400 урона после этого зарядился 5 секунд дал еще 600 урона потом принял от него выстрел дал ему в нлд 713 и 630 это 1340 урона с барабана после этого я разменялся с м-60 дал ему барабан после этого я под лавио т110 е3 дал ему просто барабан бартина и таким образом за 5 секунд вы будете каждый танк ну каждому танку пол хп лопать а теперь пожалуйста вашему вниманию количество критов по вражеским танкам новый танк кло вот этот слог п я не знаю как правильно читается двигатель мехвод м-60 гусеница фош гусеница т-110 е3 двигатель топливный бак гусеница т-100 лт гусеница мехвод ну то есть каждым выстрелом я чё-то критую чувакам сто процентов будь то гусеница или внутренние там модули или члены экипажа короче танк прям просто ну невероятно сильный и может делать все что угодно кстати я вот вам рекомендую играть именно с моей сборкой короче берете себе малышунку экспериментальную турбину т3 почему именно экспериментальная турбина либо 2 либо 3 уровня берите вот потому что она дает стабилизацию между выстрелами вот чтобы у вас разброс не был как очко мамонта и соответственно стабилизатор берите желательно боновый если есть возможность поставить боновая берите боново она прям очень хорошо помогает вот как так все второй бой играем мы здесь на карте застава наверное здесь я не буду брать малышунку сразу же возьму закалку себе стабу и турбину и поеду в центр карты наверно на рда поеду в центр карты попробую там поиграть или с малышункой поехать или закалка лучше поехать на закалка лучше чтобы если на каток поставили мне не взорвали что без первого выстрела на каток не встал на на закалку или с малышункой поехать или закалка на 28 лучшим к педу рискнул поеду с малышом к центр карты короче сейчас будет тактика супер рискованная но в целом она должна работать потому что у противников есть только один концепт 5 который меня может откидать может леопард 1 вот короче что делаем в центр карты залетаем за счет того что у нас здесь турбина есть и сейчас вижу концепта напротив себя наверно не поеду не поеду попробуем ему дать барабан переходим режим и выдаем один выстрел чувак на леопарде мне далось что-то минус наводчика из-за этого у меня прицел в два раза улетел стал больше неприятным да ну хорошо что я на самом деле взял малышунку потому что по бою малышунка будет более полезно нежели чем закалка так бы например засветилась от этого йоха так я от него не свечусь и могу стрелять потому что я посмотрел почему взял малышунку потому что противников концепт и был бы чисто леопард я бы наверно точно заехал даже через один урон леопарда и был центр карты же просто из-за того что есть концепт и леопард если я еду мне концепт дает выстрел а я в труба режиме то есть концепт концепт я скорее всего бы перестрелял один в один там на горе вот а если к нему еще подкатывается леопард то у меня могут возникнуть проблемы поэтому здесь вот да за целью концепта постоим немножко потерпим попробуем контролить его может вылезет может нет тоже знает ответ кончепт зажимается не удалось его подловить здесь наверное мы что можем сделать в тепле не честно я не знаю эту карту грамотно разыгрывать надо ее изучить просто такие позиции в бою что особо не разыграешь а наверное давай поедем снизу сыграем стежами как будто бы реально вариантов других нету хотя погоди самом деле есть один вариант но он очень сложно исполнимый просто по полю проехать и сблизиться с йохан это такая прям авантюра это прям реально авантюра не знаю там есть кто-то или нет найс бафля засветилась вторая катки дал и застрелим барабан дал хорошо все к дальше мся блин ну да такая авантюра конечно от меня было я бы прям сказал что я как-то прям на яйцах даже сыграл здесь дал дал ушел ёхо теперь долбанев попиндосин максимально сведусь чтобы на верочку докинуть шоты и в хэйвика сейчас поедем главное чтоб хэвик не разряжался у меня и раз падаем я в засвете корте поедем или просто хэвика попробуем поискать наверно лучше раскладываться здесь чтобы хэвик меня не увидел хэви на перезарядке там мушка я сейчас выезжать будет раз арта двор то просто две арты сбрил просто по красоте сбрил дверт красиво это точно все 4к уронов есть ну карта далеко конечно не самое приятное но в целом я думаю пойдет короче если коротко короче если коротко тавтология вилк реально супер имбовый танк я по нему еще буду делать разные видосы какие-то крутые бои потому что этот танк прям невероятно крутой прям реально дикий вот и настреливает урон он в абсолютно любых боях в абсолютно любых ситуациях поэтому берите вилка нагибайте вот кайфуйте и играйте сейчас натиск потому что сейчас как раз таки есть такой сезон что много всего жирного дают мне что конкретно дают знаете сейчас во первых стилек во вторых дают золото причем его дают две слои не тысячи и в третьих боновый прицел дают а там задачи на самом деле ну не сложно выполнять они очень простые как так все с вами был мир подписывайтесь на канал прожимать свои сочные жирные лайки в целом рассказал все показал если у вас возникнут какие-то вопросы то пишите в комментариях буду читать и стараться отвечать всем пока-пока дадим